С 2016 года Хакасия присоединилась к добровольному объединению людей, чья цель – консолидация государства и общества в изучении военно-исторического прошлого страны, воспитании патриотизма и поднятии престижа военной службы. Российское военно-историческое общество появилось в 2012 году, а через 4 года его сторонники начали активную деятельность в республике. Председателем регионального отделения стала Светлана Окольникова. Под ее началом в ряды общественной организации вошли более 200 человек. Это работники культуры, образования, политические и общественные деятели, ветераны, волонтеры. Благодаря их участию работа по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны в городах и районах вышла на новый уровень. Это памятник летчику Кириллу Евстигнееву. Во время борьбы с фашизмом он совершил более 300 боевых вылетов и сбил 53 самолета противника. Первую звезду он получил в 44-м, а уже в конце войны стал дважды героем Советского Союза. Его путь в большую авиацию начался в Черногорске, где он, как выпускник Бирмской авиашколы, обучал курсантов навыкам полета на истребителях. В память о доблестном летчике Эрвио установила бюст, который создал народный художник России Андрей Ковальчук. Это положило начало целому проекту. У нас есть еще мечта продолжить аллею славы здесь и крылья памяти, как назвали черногорцы эту площадь, установить память к 75-летию Победы семи героям Советского Союза летчикам. Поэтому это был бы тогда завершенный ансамбль. Все исполнилось уже на следующий год. В сквере «Крылья Победы» появилась аллея героев. Уникальный комплекс увековечил память сразу восьми выдающихся воинов Великой Отечественной войны. Василий Тихонов, Петр Рубанов, Виктор Богданов, Михаил Орлов, Николай Янков, Алексей Сибиряков, Николай Москалев, Тимофей Яковлев. Каждый из них – гордость Черногорска. Своими силами создать одномоментно столько бюстов город не смог бы. Но благодаря руководству регионального отделения военно-исторического общества это удалось осуществить. Отметим, что в тот год из 30 памятников, созданных РВИО по всей стране, Хакасия получила сразу восемь. Это памятник советскому солдату в Аскизе. Установлен в 2019 году при содействии военно-исторического общества. Всего по стране было изготовлено 20 таких скульптур. Одна из них стала частью мемориального комплекса в центре села. Тогда это был единственный подобный памятник в республике. Фигура солдата воплотила образ всех ушедших на фронт жителей Хакасии. Сегодня здесь важное место для всех поколений, говорят местные власти. Вот здесь вот у нас вечерами всегда очень много людей, бабушки, дети. И играют у нас в комплекс рядом. То есть все, это место такое. И все гости, которые к нам приезжают, идут в первую очередь сюда. Потом уже делают искусство, в этом мастерстве. Спустя два года в столице Хакасии появился второй советский солдат. Памятник защитнику Отечества от благодарных потомков стал одним из главных подарков в честь 90-летия Абакана. В годы войны весь город работал для нужд фронта. В нем были размещены несколько военных госпиталей. Отсюда в 1942 году на фронт ушла легендарная Пирятинская дивизия. Автор из вояний из бронзы – скульптор Андрей Коробцов, ранее создавший памятники княгине Ольге Столыпину Ивану III. Возведение монумента стало возможно благодаря российскому военно-историческому обществу. Сегодня мы переживаем тяжелые, но очень героические времена. На наших глазах рождается новое поколение героев. Ребят, которые сегодня защищают русский мир на Донбассе, на Украине, которые сражаются так же, как сражался вот этот воин, подружок которого мы сегодня стоим. Мы стоим на плечах титанов, которые сокрушили нацизм в 1945 году. Содействие в изучении военной истории и противодействие попыткам ее искажения – еще одна важная цель военно-исторического общества. Сохранение памяти о защитниках Донбасса стало приоритетной задачей активистов организации по всей стране. Благодаря решению главы республики Валентина Коновалова и содействию РВИО был создан первый памятник первому герою России из Хакасии в ходе спецоперации Айниру Миягашеву. 26-летний боец погиб в Харьковской области. Он накрыл собой гранату, чем спас двух товарищей. И мне навсегда запомнились его слова, когда в минуты была установлена связь. Он находился тогда на спецоперации. И он говорил, что все правильно делает наша страна, и что победа будет за нами. Бронзовый бюст изготовил известный российский скульптор Михаил Баскаков. Все организационные моменты на себя взяло российское военно-историческое общество. Все, что было в душе к врагу, оно здесь на этом бюсте увековечено. И родители согласились. И очень благодарны, что скульптор увидел его таким, какой он изображен на памятнике. Один из лучших скульпторов страны сегодня делал бюст нашему Айниру. Полгода назад региональное отделение РВИО подписало соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Стороны намерены вместе работать по сбору данных о героях СВО и популяризации их подвигов. Еще один герой России удостоился отдельного памятника спустя почти 30 лет. Бюст участника первой чеченской кампании Игоря Ахпашева установлен в том же сквере на привокзальной площади. Выпускник первой школы Абакана погиб при штурме здания Совета министров в Грозном. Его танк одними из первых прорвал линию боевиков и поразил 10 огневых точек. В 1995 году Игорю Ахпашеву посмертно присвоено звание Героя России. В его школе ежегодно проводятся вахты памяти. Организованы спортивные состязания, но памятник появился впервые. Инициативу Совета старейшин хакасского народа о создании монумента поддержал глава региона. Любимая песня была у него. Миг, единственный миг. Вот только за него и держись. Вот он как миг сгорел в танке. Танк взорвался, сгорел в танке. Это миг, улетучился миг. Ушел в небеса в облака. При участии членов военно-исторического общества проходят автопробеги. Акция «Диктант Победы. Субботники по уборке территории памятников». В январе 1924 года состоялся исторический квиз «Блокада Ленинграда», который охватил все библиотеки Сибирского федерального округа. При поддержке «Эрвио» в нем приняли участие несколько тысяч человек. И, конечно, пробудить память лучше всего удается на уровне эмоций. Поэтому общественники активно сотрудничают с учреждениями культуры. Концерты и спектакли, посвященные Великой Отечественной войне, собирают полные залы зрителей и никого не оставляют равнодушными. «Если в блокаду в городе сажают цветы, этот город нельзя победить». На счету военно-исторического общества большая работа с ветеранами и общественными организациями, военно-археологические и поисковые кампании, а также поддержка проектов по военно-патриотическому воспитанию. И здесь региональное отделение отличилось в масштабах всей страны. Сначала по его инициативе состоялся форум «Сибирь в годы Великой Отечественной войны», а затем всесибирский форум «Земля патриотов». Он объединил неравнодушных ребят, блогеров, специалистов по работе с молодежью. Центральной темой стала спецоперация и вызовы в условиях информационной войны. Региональное отделение российского военно-исторического общества в республике Хакасия является одним из сильнейших не только в Сибирском федеральном округе, но и вообще в целом по стране. Руководителем регионального отделения не первый год уже является министр культуры Окольникова Светлана Анатольевна, которая такой, знаете, двигатель, моторчик во всех этих вопросах. И на сегодняшний день практически 250 членов регионального отделения, которые состоят в обществе, это тоже дорогого стоит. Мы очень ценим и всячески поощряем деятельность регионального отделения и тому пример сегодняшний форум. В знак признания заслуг Светлану Акольникову переизбрали на следующий срок руководства региональным отделением РВИО. Председатель попечительского совета депутат Владимир Штыгашев награжден памятной медалью за активное участие в деятельности общества. Впереди важный год. Страна отметит 80 лет Великой Победы. И российскому военно-историческому обществу предстоит немало сделать, чтобы достойно встретить этот юбилей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова